Здравствуйте, меня зовут Марина, я экскурсовод по Москве и хочу пригласить вас в архитектурный зоопарк. Да-да, вы не ослышались, именно в архитектурный. Животные украшают многие московские дома, но где их найти, знают далеко не все. И сейчас я расскажу вам, где в Москве живут каменные звери. И начну я с зоологического музея, который находится за моей спиной. У музея два корпуса, которые стоят под прямым углом. Один по Большой Никитской улице, а другой по Никитскому переулку. Здание построено в конце 19 века, и оно одно из первых в Москве, которое было предназначено именно для музея, с помещениями, приспособленными для размещения экспонатов и для хранения в музейных фондах. В музее можно увидеть только современных животных, если не считать, конечно, полного скелета мамонта. Здесь представлены все группы животных, от одноклеточных, в основном, конечно, это муляжи, до птиц и млекопитающих. Но это внутри. Когда мы смотрим на дом с улицы, то он напоминает строгий классический особняк. Но если поднять голову, то мы видим лепной фриз, который идет по всему фасаду, и на нем растительные гирлянды и множество животных. Проходя просто мимо, можно и не заметить, что все увито зверями. Так что внешне дом абсолютно соответствует своему назначению. Но здание зоологического музея, наверное, не могло быть другим. Давайте рассмотрим его внимательно. Медведи, белки, козлы, совы, рыбы. Они, кстати, впервые появились именно здесь, а потом уже на других зданиях. А вот и попугаи. Еще здесь обезьяны, олени, волки, зайцы, цапли и даже летучие мыши, змеи и ящерицы. На Причистинской набережной стоит дом, который все называют дом-сказка. И действительно, когда мы смотрим на него, то сразу вспоминаются иллюстрации к русским народным сказкам. Дом выстроен в русском стиле и напоминает чудо-терем. А почему он такой необычный? Его хозяин, инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцев, был известным меценатом и покровителем искусства. Он мечтал построить доходный дом для творческих людей, одаренных художников, артистов. Что значит доходный? Это многоквартирный жилой дом, построенный владельцами для сдачи квартир в аренду. Художественное оформление здания Перцев полностью доверил художнику Сергею Малютину. А Сергей Малютин – мечтатель и сказочник. Он пишет, конечно, и серьезные портреты, но особенно хорошо ему удаются книжные иллюстрации к русским сказкам. Он, кстати, является автором русской матрешки. В результате получилось удивительное здание со сказочными обитателями. Основная тема узоров – волшебный сад. Мы видим яркое солнце, которое освещает причудливые цветы и растения. Медведя и быка. Мифических птиц, которые охраняют подъезды дома. Сказочных драконов. Давайте найдем зайца, рыбу, петуха, павлина или жар-птицу, львов и даже морских коньков. Вот такой сказочный зоопарк. А сейчас мы находимся уже в другом районе Москвы, на Чистопрудном бульваре. Здесь расположено еще одно удивительное здание, которое тоже можно назвать сказочным зоопарком. Его неофициальное название – дом со зверями. Построен он в 1909 году тоже как доходный. Владельцем его являлась церковь живоначальной троицы на грязи. Она и сейчас стоит на улице Покровка. Рядом протекала река Рачка, которая после сильных дождей разливалась и все вокруг превращалось в топкую и грязную местность. Отсюда и произошло название «На грязи». Часть квартир в доме предназначалась для проживания нуждающихся прихожан. Остальные церковь сдавала в наем состоятельным москвичам и получала с этого прибыль – доход. Рельеф расположен вдоль фасада на уровне третьего и четвертого этажей. Проектировал здание архитектор Лев Кровецкий. А работы по украшению были поручены ученику замечательного живописца Виктора Васнецова, художнику Сергею Вашкову. Идею, как оформить дом на чистых прудах, он почерпнул в городе Владимире. Дмитриевский собор, расположенный там, украшает большое количество барельефов животных и птиц. Но здесь, конечно, не копии средневековых барельефов, а их интерпретация в модном тогда стиле модерн. Животные стали значительно больше по размеру. По эскизам художника рисунки старокота – это обожженная глина – выполнила артель мурава. В результате дом украшают крифоны, драконы, львы, химеры и прочие загадочные существа. Диковинные птицы и звери, в которых даже можно признать образы сов, лебедей, крокодилов, собак. И все это переплетается с не менее диковинными цветами и другими растениями. Несколько лет назад в доме была произведена реконструкция. Вместо окна появилась дверь, была пристроена лестница с совами, и у дома появились новые жители. Недалеко от дома со зверями на Сретенском бульваре находится еще одно заселенное животными здание. Это дом страхового общества России, построенный в 1902 году. Оформление здания животными никак не связано ни с его функцией, как узологического музея, ни с творческой мыслью художников. Это просто богатый украшенный фасад, так как дом страхового общества России был одним из самых дорогих, качественных, технически оснащенных многоквартирным жилым зданием не только в Москве, но и в стране в то время. У дома было отопление, своя электростанция, новая система кондиционирования воздуха и даже артезианская скважина глубиной 45 метров. Постояльцы доходного дома – ученые, профессора университета и члены Государственной Думы. И поэтому, как я уже говорила, дом был очень богато украшен. Посмотрите, круглые эркеры поддерживают стайки летучих мышей. А вот и леку циферблата. Пеликан в нише подчасовой башней. А позади – орел. Здесь есть даже крокодил. Если присмотреться на фасадах, можно увидеть и ящериц. Разглядывать это здание можно долго. Еще я хочу показать вам здание Ярославского вокзала на Комсомольской площади. Построен он в начале 20 века по проекту архитектора Федора Шехтеля. Так как железнодорожные пути с этого вокзала ведут на север, то растения, животные, которые мы можем обнаружить на этом здании, тоже северные. Мы видим шишки и хвою, ягоду-морожку, есть здесь морж. Медведь, олень, собаки-лайки, рыбы, птицы. А сейчас о других представителях животного мира, которые украшают фасады зданий, но не в таких больших компаниях. И на первом месте, конечно, стоят львы. Это самые старшие каменные звери Москвы. Появились они еще в 17 веке. Кто такой в природе лев? Большая кошка, наряду с тигром, самая крупная из ныне живущих. Львы на Руси – это символ могущества и силы. По поверью, даже когда лев спит, то глаза его все видят, и никакие злые силы не могут причинить вреда тому, кого лев охраняет. И львами украшали свою садьбу дворяне, так как лев – это царь зверей, и он ассоциировался с благородством, степенностью и аристократизмом. И он самый сильный и непобедимый воин. Самые знаменитые львы в Москве живут по адресу улица Тверская, дом 21. Сейчас здание – Музей современной истории России, а в 19 веке находился английский клуб – джентльменское собрание Москвы, знаменитое своими карточными играми, роскошными обедами и политическими дискуссиями. Еще Пушкин описывал этих львов в своем произведении Евгений Онегин. А вот львы, которые охраняют департамент культурного наследия города Москвы, который расположен по адресу улица Пятницкая, дом 19, в усадьбе 19 века. Я называю вам не только улицу, но и номер дома, чтобы, если вы захотите увидеть все сами, вам легче было бы найти. На улице Пятницкой, 64, можно найти еще львов. Это особняк фон Рек, постройки конца 19 века. Его так и называют – дом со львами. За моей спиной – особняк архитектора Льва Кекушева на улице Остоженко, дом 21. У архитектора была такая традиция – на всех зданиях, спроектированных им, он размещал своего тезку льва. Этот дом был его собственным, и поэтому здесь льв таких внушительных размеров. А еще дом со львами есть в армалайском переулке, дом 9. Но построен он не в 19 веке, а в середине 20-го, в самом конце Великой Отечественной войны для советских военачальников, как признание их заслуг в победе над врагом и подарок победителям. Его так и называют – генеральский дом. Львов чаще всего размещали перед парадным входом в здание, на воротах. А если внутри дома, то по краям лестниц. Таким образом показывалось могущество и защищенность хозяина дома. Это только некоторые московские львы. Остальных найдите сами. Пусть это будет для вас моим домашним заданием. Маленьких сородичей львов-котиков мы тоже можем найти на московских зданиях, но, конечно, не в таком большом количестве. Это дом номер 10 в Большом Казихинском переулке. Его так и называют – дом с кошками. Кошки похожи на рыси, но кисточек, как у рыси, у них на ушах нет. И поэтому это, конечно же, кошки. Вид у них достаточно сердитые и напоминают они дикого лесного кота. Может быть, хозяин дома, который был построен в начале 20 века, посадил их сюда тоже для охраны жилища. Еще на этом доме мы видим лис. Но вернемся к кошкам. Еще они украшают панно гостиницы «Метрополь». Ну и, конечно, кошка на крыше дома, который расположен по адресу Дайов переулок, дом 5. Следующие звери, о которых я хочу рассказать – это медведи. Мы видели мишку на доме сказки, на здании Ярославского вокзала, на зоологическом музее, где он появился впервые. А вот этих довольно сложно обнаружить. На доме, который стоит на пересечении Фуркацевского переулка и Мясницкой улицы. И на Пятницкой улице дом 10. Вон они, на третьем этаже между окнами. Похожи то ли на волков, то ли на овец. Но это мишки. Есть в Москве козлы. Они тоже появились впервые на зоологическом музее. Еще мы их можем встретить на улице Остоженко на доме номер 20. Еще я хочу рассказать вам о птицах. Их в Москве довольно много. Ну, во-первых, это орлы. Они тоже символизировали защиту дома от неприятелей. Мы можем найти их на Тверском бульваре, дом 26. И на балконе дома номер 6, тоже на Тверском бульваре. Знаменитые орлы на башне Киевского вокзала. А вот доходный дом на Кузнецком мосту. Интересно, что хозяйку дома звали Мария Владимировна Сокол. И по ее фамилии дом так и называется – доходный дом Сокол. На пану изображен орел, но и на сокола птица тоже очень похожа. Поэтому кому как нравится. Вот еще несколько орлиных адресов. Есть в Москве совы. Эти птицы ассоциируются с учеными, чьи большие круглые очки с толстыми стеклами напоминают глаза мудрой совы. Эмблема с изображением совы, сидящей на стопке книг, стала символом мудрости и просвещения. А еще совы несут свою вахту ночью и тоже являются бдительными стражами, которые охраняют дома. Как и почти все звери и птицы, они обитают на зоологическом музее. А еще интересная металлическая сова на балконе политехнического музея. Есть совы на доме Московского купеческого общества в начале улицы Солянка. По адресу улица Пятницкая, дом 10. Лихов переулок, дом 2. В украшении московских домов мы встречаем и лебедей. Вот такие два металлических лебеди украшают дом на углу Армянского и Кривоколенного переулка. На Большом Олчановке 15. Фриз под последним этажом, лебеди выстроились в ряд. Ну и еще павлины и жарптицы. Даю адреса. Особняк Цветкова и 4-я Тверская Ямская улица. Его еще называют дом с павлинами. Ну вот и все, что я хотела вам рассказать. Надеюсь, вам понравилось знакомство с Пасковским архитектурным зоопарком. И во время своих прогулок по городу вы обязательно найдете всех его обитателей.